ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выступать в элитной группе Лиги Чемпионов престижно, но на этой высоте просто не бывает. Реалии минувшей субботы еще раз это подтвердили. В матче второго тура Лиги Чемпионов БГК имени Мешкова играл в Скопье против Вардера. Хозяева площадки взяли верх 31-27. Хотя все и на этот раз начиналось для Мешковцев на позитиве. Со старта повели в счете. Большую часть первого тайма держали под контролем отрыв 2-3 мяча. Брещане надежно сыграли в обороне. Здорово в воротах смотрелся Рады Миятович. Любопытно, что у хозяев первые 10 минут получалось забрасывать только у одного гонболиста, Алексе Душибаева. Четыре мяча к ряду на его счету. Ближе к концовке тайма Штербика меняет в воротах Милич. И случилось то, чего больше всего опасались. Вратарь Македонцев зацепился за мяч. Во многом благодаря надежности своего голкипера Вардер к перерыву счет сравнивает. Тринадцать-тринадцать. Продолжил Милич свои геройства и после паузы. А с тридцать четвертой по тридцать девятую минуту и вовсе наотрез отказался пропускать. Ударную пятиминутку своего голкипера атака Вардера использовала на все сто. Пять раз к ряду забрасывают македонцы. И уже отстаем. Пятнадцать-двадцать. Эту разницу в счете удалось практически снивелировать к пятьдесят седьмой минуте. Могли и вовсе закрутить лихую концовку. Используя мешковцы свою атаку при счете двадцать девять-двадцать семь в пользу Вардера. Но Влад Остроушка промахивается. В следующей же атаке Циндрич сделает отрыв для этой фазы матча уже недоставаемым. Тридцать-двадцать семь. В оставшееся время осталось выяснить только один вопрос. Кто станет лучшим снайпером матча? К этому моменту Растко Стойкович и Алекс Дуйшибаев имели в своем активе по восемь мячей. Практически под звук сирены девятнадцатый номер Вардера забрасывает свой девятый мяч и решает снайперский спор в свою пользу. Вардер в итоге побеждает. Тридцать-двадцать семь. Тридцать-двадцать семь. Тридцать-двадцать семь. Тайма сомнительное удаление и то, что у нас отбирали мяч в нападении, непонятно за что, это, естественно, сыграло ключевую роль. Мы сыграли в ничью первый тайм, во втором тайме как бы знали, что они будут играть, вышли, но почему-то не справились, я думаю, психологически. Вратарий немножко зацепился, сделали очень много потерь, попытались перестроиться с Ловичем на краю, с Крештопанцем на полусреднем, то есть попытались сыграть. У нас был момент, который, я думаю, что был неплохой отрезок, естественно, когда проигрываешь пять мячей, очень тяжело догонять на выезде, но я думаю, что мы смогли перестроиться, смогли сыграть с Бабичевым в защите на месте Шиловича, там тоже, как бы, это нам немножко помогло, нападение в меньшинстве со Стойковичем на краю, который входил в линию, это у нас тоже проходило, но на последнем рубеже был Милич, который, я думаю, сыграл ключевую роль в этом плане, мы очень много не забили шести метров, наши вратари во втором тайме, был момент в концовке, когда зацепился Миятович, чуть-чуть отбил, но, в общем, я думаю, что, если подвести итог, то команда билась, команда сражалась, это было видно, у нас даже был момент за минуту сорок до конца, мы бежали в контратаку, проигрывая два мяча, если бы мы забили, был мяч, не знаю, как бы все закончилось, но мяч мы не забили, думаю, Влад поторопился, он взял на себя ответственность, не забил, ничего страшного, двигаемся дальше, если подвести итог сегодняшнего матча, то я могу сказать одно, играть в элитной группе, не просто тяжело, это очень тяжело, не просто потому, что тут игроки и команды другого уровня, просто это как бы атмосфера того, что мы пришли сюда новичками и играем первый год, сказывается во всем, в судействе, в отношении столика и так далее, поэтому, думаю, ничего страшного не произошло, я сегодня доволен тем, что команда билась, сегодня сражалась, у нас осталось 12 игр, задачи, которые нам поставили, мы знаем, поэтому двигаемся вперед и работаем, будем готовиться к следующей домашней игре с Реймой Корлевином. Чемпиона сильнейшей лиги планеты, немецкий Райн Левин, принимаем викторию уже в ближайшую субботу, 8 октября, так что все на гандбол, команде нужна ваша поддержка.